Вот этот закон об интернете, я думаю, он очень вредный, потому что ни к чему хорошему это, конечно, не проведет, и только повысится интерес к чему-то, как я уже говорил, к чему-то завретному. Мне кажется, что ставить фильтры и преграды для общения людей на юридическом уровне, на физическом уровне, это очень деликатная, но опасная ситуация. Почему? Людям нельзя не разрешать повернуть налево, повернуть направо. Если в конце концов человек хочет узнать что-то не по своей профессии, а из чувства любознательности, ему нельзя запрещать. Это закон о демократии. Мне кажется, что неправильно, что интернет может быть закрытым. Вообще тенденция, мировая тенденция, это, в общем-то, увеличение значимости большого брата. Это вопрос, он, знаете ли, это мы сами в этом виноваты. Мы с технологическим прогрессом, вот с этими гаджетами, всеми, которые мы носим при себе, мы сами, так сказать, попадаем в ситуацию, да, в ситуацию постоянного, в общем-то, возможного контроля за нами, да, видеокамеры стоят на улице. Да, стало безопаснее ездить. Да, но нас видят. И так далее. То есть это мировая тенденция. Вся эта история, на самом-то деле, как раз-таки не для того, чтобы контролировать какой-то экстремизм или противоправные действия, а в принципе, чтобы иметь контроль за той частью, наверное, социума и медиа, за которым никогда контроля не было, да. Поэтому, мне кажется, это непростой вопрос. Где будет грань между экстремизмом, да, где, где, кто, кто определит, где экстремизм, а где просто свобода слова, понимаете, о чем я говорю, да. Кто, кто скажет, что, допустим, я не знаю, там, призыв просто выйти на митинг не экстремизм, да, или, понимаете, о чем я говорю, здесь это очень, очень спорный вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!